Котировки на нефть начали новую торговую неделю консолидации вблизи трехнедельных максимумов. И это при крайне активном информационно-новостном потоке. Напомним, что Европейская комиссия объявила шестой пакет санкций по отношению к России в ответ на проведение спецоперации на Украине. В содержании документа отмечен полный запрет на импорт российской нефти, который должен вступить в силу спустя шесть месяцев. Однако, как стало известно, введение эмбарго препятствует Венгрия и Словакия. Как сообщается, Еврокомиссия готова предоставить этим двум странам отсрочку до 2024 года. Но при этом страны G7 поддержали позицию Евросоюза и также объявили о намерении введения нефтяного эмбарго Российской Федерации. Причем откажутся не только от нефти, но и от газа. Напомним, в состав группы G7 входят США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Япония. Россия же тем временем заключает новые контракты на поставку своих энергоресурсов в Китае, хотя тут стоит вновь отметить о крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Поднебесной сейчас, которая стала следствием локдауна в крупнейших центрах китайской промышленности, а также сокращением потребления энергоресурсов тут. Также стоит отметить и решение нефтяной компании Саудовской Аравии Сауди Арамко снизить цены на производимую ими нефть сорта Arab Light. Как результат, котировка на североморскую нефтяную смесь марки Brent так и не смогла найти достаточно поводов для прорыва выше ключевого уровня 115 долларов за баррель, которая стала бы поводом для дальнейшего подъема котировок. Кроме того, стоит отметить и потяжелевший доллар США, который тянет вниз котировку на нефть, динаминированную в американской валюте. Индекс доллара начал эту неделю на 20-летнем максимуме. И доллар нарастил позиции даже в паре с российской валютой, тогда как последние несколько месяцев рубль активно рос, несмотря на санкции и дорожающие по всему спектру рынка доллар. Дело в том, что сегодня и завтра в России выходные дни по случаю празднования Дня Победы. Московская биржа закрыта, экспортеры приостановили продажу валютной выручки и рубль, как следствие, корректируется. Хотя это поможет рублю снять статус перекупленности. И сегодня за 1 доллар дают 67,70 рубля. Золото также опустилось под ключевой уровень в 1880 долларов за тройскую унцию. Инвесторы продолжают отрабатывать намерения ФРС агрессивно по повышению ставки. И по сравнению с апрельскими уровнями золото уже спустилось вниз на 6%. Активы инвесторов перенаправляются в 10-летние гособлигации США, доходность которых уже выше 3%. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся через пару часов!